для того чтобы сделать этот фас нам нужно бузина цвет бузины вот мы нарвали такой хорошим экологическом месте не возле дороги очистили ее для того чтобы были одни цветочки то есть чистого цвета 150 грамм килограмм сахара две с половиной чайной ложки лимонной кислоты так без особой горки и на это количество 10 литров воды кастрюлю выливаю часть воды и ставлю на огонь чтобы подогреть после того как высыпала сахар постоянно его помешивая вода стоит на огне и нагревается будем нагревать до полного растворения сахара ну еще смотрите чтобы он действительно внизу не приставал и после того как сахар уже растаял добавляю лимонную кислоту и еще раз перемешиваем высыпаю дальше в кастрюлю цвет бузины выливаю воду сначала вылила эту холодную воду которая у меня в бутлях стоит всего должно быть 10 литров воды на эту порцию 150 грамм цветочков и выливаю воду которую мы подогрели с сахаром и с лимонной кислотой она уже все перемешалась водичка должна быть тепленькой и все это накрываю малышкой два слоя и оставляю на ну дней пять шесть будем смотреть на протяжении этих всех шести дней сегодня шестой день я перемешивала даже иногда несколько раз мне было интересно посмотреть какой он там ну немножечко уже начала пениться сейчас я его отцеживаю делаю это через дуршлаг дальше этот квас нужно разделить по бутылкам я беру обыкновенную вот бутылку еще маленькая ситечка наливаю конечно лучше бы было если бы это были бутылки из код шампанского но тогда их нужно там специально какие-то пробки закрывать потому что эти бутылки должны находиться на холоде в таком горизонтальном положении теперь добавляю каждую бутылку по 3-4 изюминки скажу честно я впервые делаю этот квас поэтому пришел муж и мы отлили значительную часть кваса еще в одну бутылку разлили это является очень важным потому что когда он будет бродить то надо чтобы было все такие места а иначе сказал муж может бутылку разорвать ну поэтому вот так обратите внимание это первый нюанс и второй нюанс который обязательно надо сделать нужно хорошо отжать вот этот весь жмых ну что я и сделала ставим его подвал потому что там температура не такая как в холодильнике но и не такая как помещение в квартире тем более на улице сейчас естественно тепло лето поэтому температура должна быть оптимально для того чтобы он и мог бродить и чтобы отображение было не слишком быстрым короче лучше всего в подвале погребы ну каких-то таких прохладных просто прохладных но не холодных местах так что делайте такой квас он очень полезный особенных затрат нет но вкусно и летом будет приятно открыть бутылочку и выпить такого вкусного напитка газированного натурального и полезного я желаю вам всем здоровья и до следующих видео в подвале эти бутылки уложила вот горизонтально